Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Я год молчал, все это глотал. Со стороны следствия на меня оказывалось давление, заявил сегодня в суде Бешимбаев. Об этом расскажу вам я, Боржан Шайхмед. 25-летний житель Атаравской области обворовал уральцев прямо в мечетях города. Подробнее об этом расскажу я, Олег Великий. Западно-казахстанцы жалуются на работу дорожных служб. Эта трасса Уральск-Кирсанова превратилась в единой каток. Для того, чтобы в этом удостовериться, можно даже прокатиться. Бывший министр нациоэкономики Республики Казахстан заявил о фактах давления со стороны следствия. В материалах следствия и в показаниях на суде нет ответов на главные вопросы. Когда именно, при каких обстоятельствах, кем, в какой валюте и суммах передавались деньги экс-министру. Нигде нет четких показаний по этим вопросам. Нет фактов, нет банковских ячеек, банковских карточек. Нет даже карточек на помощников. Видимо, поэтому экс-министр говорил очень эмоционально. Я год молчал, все это глотал, сказал он. Начнем с того, что ранее детально разбирался эпизод со злосчастным домом друзей Бишимбаева, который строили в поселке Хошше под Астаной. На строительство общего дома Бишимбаева внес 89,5 тысяч долларов. Со слов его супруги, эти деньги они долго копили. Выяснилось, что загородная резиденция воздвигалась Бишимбаевом в складчину со своими друзьями для совместного пользования. Хотя, как следует из большей части показаний, фактически владельцем считался Бахат Джахсбаев, тогдашний руководитель нацкомпании Байтерик Деволопмент. Он же близкий друг Бишимбаева и главный свидетель обвинения, показывающий на своего товарища. А сегодня Бишимбаев вспомнил о давлении. Я прошу прощения, Ваше честь. Я целый год молчал и, честно говоря, все это глотал. Это было первые месяцы моего задержания. Меня приглашали регулярно в кабинет к заместителю директора следственного департамента. Без моих адвокатов, это у меня есть подтверждение. Где мне постоянно предлагали, признайтесь в том, что вы это делали. Фамилия у этого человека есть? Да, заместитель директора следственного департамента Олеся Кексик. Человек, который мне это тоже предлагал, Дамир Бахат. Кроме дома, экс-министр пояснял суду, кому принадлежит столичный ресторан «Пряник», который упоминается в уголовном деле. Бишимбаев сообщил, что владельцами данного заведения являются его родственники. Двоюродный брат, троюродный брат и мама. Ресторан «Пряник» состоит из двух этажей. Второй этаж принадлежит родственникам. На первом этаже владельцами являются пять или шесть человек. Это незнакомые мне люди, к которым я вообще не имею никакого отношения, пояснил суду Хуандах Пишимбаев. Но сторона обвинения, вместо того, чтобы искать доказательства по взяткам, обвинила подсудимого в неподобающем поведении. Позволяли себе курить в здании, даже срабатывала сигнализация. Не хотели выезжать на допросы на газели, ссылаясь на то, что жаркая погода. Ну, ваши все ходатайства, органы досудебного расследования, они всегда на встречу к вам шли. Можно я вам отвечу? О каком давлении вы можете пояснить? Что вы можете пояснить по этому поводу? Хорошо, я вам отвечу. Когда 18 человек запихивают в автозак, в котором максимально может разместиться 10, это соблюдение моих прав. Я отказался не от того, что жаркая погода, а от того, что в тот день 18 человек, и здесь он присутствующий, все могут подтвердить. Там у двоих людей больное сердце им за 60. Это те, которые по делу о геологии проходят. Там и душно, и 18 человек набивают. Исходя из защиты интересов вот этих людей, я отказался. Хотя мне хотелось выехать, там я могу видеть своих родственников, адвокатов, могу с ними хотя бы пообщаться. А то, что там написал, условно говоря, конвоир на Национального бюро, это совсем другое дело. Конечно, он не может признать и написать, что тут по 20 человек, как консервную банку людей в автозак запихивают. Где здесь соблюдение прав? Вот вы говорите о том, что там я курил и так далее, пожарная сигнализация. Там есть моя подпись? Меня об этом кто-то поставил в известность? Не о том, что там есть пожарная сигнализация, а о том, что это событие было. В целом же получается, что Бешимбаева обвиняют исключительно на показаниях других обвиняемых и свидетелей, которые говорят об участии бывшего министра в преступлениях лишь догадками и предположениями. Наверное, поэтому такого тщательного разбирательства отечественной Фемиды по громким делам в последние годы уж точно не наблюдалось. И, скорее всего, дело, рассматриваемое уже два месяца, завершится в новом 2018 году. Хотя Нацпюро по противодействию коррупции уверенно говорило о виновности экс-министра. В Уральске новый центр обслуживания населения посетили депутаты мажориста парламента Республики Казахстан. Они отметили большую важность широкой доступности населения к получению государственных услуг. Заместитель Акима Западоказахстанской области Игорь Стексов пообещал, что уже в скором времени умный цон станет еще умнее. Центр оказания государственных услуг «Смарт-Уральск» открылся в прошлом году. Он оснащен системой электронной очереди, залом ожидания, необходимым инженерно-техническим оборудованием. Здесь гражданам доступны 640 услуг. Мы хотим создать умные, умное здание, которое будет основной целью здесь автоматизации услуг. Сейчас мы над этим работаем, я раскрывать все секреты не буду, но буквально дайте нам пару месяцев, и мы вас пригласим уже на презентацию этого проекта, который мы сейчас вынашиваем. В первые дни работы ЦОНа здесь обслуживалось порядка 500 человек. Сейчас количество клиентов достигает полутора тысяч. Очень меня радует, что вот в этом крыле вот у нас именно Центр правоохранительных услуг, это тоже, я думаю, что для народа доступность. Поэтому я сейчас очень много задавала вопросов. Например, прокурору вы не всегда попадете, реально же. А тут, пожалуйста, прокурор, адвокат, медиатор, вот то, что пробацы сидят, то есть правоохранительные органы, то, что сблизились, это тоже очень хорошо. Депутаты отметили, что посещение региона – важная составляющая их работы. Здесь на местах можно оценить эффективность принятых законопроектов. Не так, как раньше, которые они мытарствовали, ходили то в один административный орган, потом второй, третий, и еще решался этот вопрос. Если решился, еще куда не шло. А если не решился, то это время ушло, как говорится, в ветер. Люди подчеркнули, что ЦОН стал намного удобнее, и все документы можно получить более оперативно. Раньше технопарк пустовал здесь, правильно сделали. Ну, я хотел бы все госпредприятия, которые в аренде сидят, в других помещениях, вот такое вот начинание правильное. Здесь объекты государственной собственности пустовали. Депутаты заявили, что в этом году им также предстоит принять ряд важнейших законопроектов. Законы касательно налогового кодекса нововведения, закон о контроле бюджетного планирования в целом, закон об административных правонарушениях, которые практически каждый гражданин Республики Казахстан пользуются этим, возможности этих законов. И там были нововведения касательно того, чтобы больше гуманизация, и в рамках того, чтобы были снижены штрафы на 30%. Поэтому все эти законодательные нормы, которые сегодня приняты в рамках парламента и подписаны президентом, они практически сегодня уже, практически вот в течение 10 дней, они будут поступать в свою силу. Визит депутатов продлится до 12 января. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Спеццион в Уральске, открытие которого запланировано на первый квартал 2018 года, начнет свою работу без автодрома. Об этом стало известно в ходе брифинга в региональном филиале службы центральных коммуникаций. Это связано с погодными условиями. Для укладки асфальта и строительства автодрома рабочие будут ждать подходящие погодные условия. О проделанной работе областного филиала Госкорпорации правительства для граждан рассказал директор департамента Центра обслуживания населения Марат Басаров. В 2017 году цены предоставили более 1 миллиона 3 тысяч госуслуг, из них более 900 тысяч в электронном формате. Совместно с Казпочтой запущем проект по приему документов и выдаче результатов во всех сельских отделениях почтовой связи. Жители сел могут получать 66 госуслуг. Также в ходе брифинга рассказали о ходе строительства спецсона для автомобилистов. Также повлияли погодные условия. То есть финансирование поступило в конце декабря, но уже асфальт кладет снизу, потому что температура ниже нуля. В связи с этим автодром, где будет происходить автоматическая сдача практического экзамена на вождение, откладывается до теплых погодных условий. Соответственно, на март, когда ближе, плюсовая температура будет. Это по автодрому. Здание планируем, если все успеем, так же, где-то первым кварталом, январь-февраль, здание может быть запущено. Также о проделанной работе за 2017 год отчитался директор департамента Межведомственный расчетный центр социальных выплат Оскар Кожумов. Организация ежемесячно обслуживает около 145 тысяч получателей услуг. 145 тысяч граждан в нашей области получают ежемесячно около 260 тысяч выплат. Основные виды выплаты – это пенсии. Вы знаете, у нас 88 тысяч получателей пенсии. Получатели государственных пособий по инвалидности, по утере, кормили, в частности, по инвалидности – свыше 17 тысяч получателей. Получатели по пособию по утере, кормили составляют более 6 тысяч. И около 45 тысяч получателей специальных государственных пособий. Общая сумма социальных выплат в 2017 году составила 82,8 миллиардов тенге. Спикеры добавили, что в области продолжится работа по улучшению качества оказания государственных услуг. Сергей Луанов, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, ТДК-42. Трассы в Западноказахстанской области превратились в ледяной каток. Жалобы на качество дорожного полотна поступили от водителей, которые ездят по автодороге Уральск-Керсаново. Наши корреспонденты выехали на место и узнали, как дорожные службы подготовились к зиме. Эта трасса Уральск-Керсаново превратилась в ледяной каток. Для того, чтобы в этом удостовериться, можно даже прокатиться. Обочин дорожного полотна почищен, но посередине образовалась скользкая наледь. Водители говорят, что передвигаться с обычной скоростью по этой дороге крайне опасно. Приходится ездить с большой осторожностью. Видать, что почистили с краю. Ну а асфальт-то, гололед. Ну просто закатали, вот и не чистили. А так, если бы вовремя почистили, конечно, было бы лучше. В управлении пассажирского транспорта и автодорог подтвердили, что наледь образовалась после дождя, который прошел 8 января. Дороги областного значения протяженностью более 1700 километров разделены на 12 участков, которые обслуживают 8 подрядных организаций. На данный момент обслуживают по текущему ремонту и содержанию то асфа. На сегодняшний день по автодороге Гурякс-Кирсаново чрезвычайной ситуации не было. Снег чистится по мероосадкам в течение 2-4 часов. Там сама техника базируется на Доринске, выезжает оттуда. На сегодня поверх асфальта образовалась наледь, ну, где полсантиметра. Сегодня выехала КДМка, песка-разбрасыватель, сейчас засыпаем ПСС. В западно-казахстанском филиале ТО «Казах Автодор» отметили, что они обслуживают 1320 километров дорог республиканского значения. На этот год они заготовили 12 тысяч тонн песчано-соляной смеси. На зимний период, например, на зимнее обслуживание 50 единиц есть на все. А там по норме, конечно, не хватает, но мы сами пока успеваем. Если там дальше не будете успевать, тогда на аренду возьмем. В департаменте ПОЧС еще в прошлом году начали бить тревогу по поводу нехватки в области снегоочистительной техники. При норме 85 единиц трассы чистят лишь 42 машины. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. В североказахстанской области 56-летний мужчина из ревности напал с ножом на свою супругу, после чего поджег себя и дом. Полицейские едва успели вынести его из огня. В ДВД области сообщили, что инцидент произошел в минувшие выходные в селе Вишневка. В ходе семейного скандала Александр Тарасов с ножом набросился на свою 43-летнюю жену. Кроме того, он угрожал убить родных дочерей. Когда женщину с ранением забрали в больницу, мужчина поджег себя и дом. Прибывшие на место сотрудники полиции едва успели вынести его тело из пламени. Сейчас он с сильными ожогами и супруга с ножевым ранением находится в больнице. Как сообщили в ДВД, в отношении мужчины начато досудебное расследование. Решается вопрос о привлечении его к ответственности по факту умышленного уничтожения имущества. Стоит отметить, что от дома остались только обгоревшие стены. Детям теперь не в чем ходить в школу. Матери некуда возвращаться из больницы. Просьбу о помощи в интернете разместила 17-летняя Камила. При этом у нее самой уже есть 4-месячная дочь. У 21-летнего брата Евгения тоже семья. Кроме того, им предстоит заботиться о младших сестрах 10-12 лет до тех пор, пока мать не выпишут. Минздрав рассказал, сколько казахстанцев погибли от гриппа в этом сезоне. С октября 2017 года зафиксировано 5 случаев со смертельным исходом от РВИ, заявил председатель комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК. В 2012-13 годах от гриппа в Казахстане погибло 69 человек. В прошлом сезоне 9 человек, точнил Бекшин. По данным Минздрава, ежегодно от вирусных инфекций погибает около 500 тысяч человек в мире. Главный санитарный врач предупредил об опасности самолечения и порекомендовал отказаться в период эпидсезона от участия в массовых мероприятиях. В ведомстве ожидает рост простудных заболеваний в феврале. Уральским полицейским удалось задержать вора, который, не боясь наказания Всевышнего и закона, совершал кражи в мечетях города. Карманника интересовали личные вещи посетителей, которые они оставляли в своей верхней одежде в раздевалке. Молодой человек приходил в мечети не для успокоения души, а чтобы опустошить карманы верующих. Эти кадры были сняты в называемой «народом красной мечети». Мужчина азиатской внешности снимает с себя верхнюю одежду, после чего начинает передвигаться по коридору, тем самым отвлекая внимание других людей. А затем, без стеснения и страха, проверяет карманы в куртках, перекладывая содержимое себе. Этот вор нечасто приходил в мечеть. Нам, конечно, очень жаль, что такой случай произошел именно у нас. Не хочется верить, что мусульманин так поступил. Но факт есть. Если он попросит прощения у Аллаха, то он его, конечно, простит. В мечетях и церквях даже не принято вешать таблички с надписью «Деньги и ценные вещи» в карманах не оставлять. Ведь кто может подумать, что в доме, куда люди приходят найти успокоение души, могут обокрасть. Только молодой человек приходил в мечеть не для общения с Аллахом, а для того, чтобы опустошить карманы верующих. За три дня сколько ты воровал? 370 тысяч. Конкретно. Твои слова. За три дня. Как стало известно, 25-летнего карманника неоднократно видели и в татарской мечети. Только на кражах он пойман не был. Хотя в мечети сообщили, что были случаи, когда у них пропадала одежда и обувь. После задержания вора стало известно, что молодой человек был судим и не один раз. В отношении задержанного ведется досудебное расследование по четырем эпизодам. По статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Кража. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания УВД города Уральс. Проверяется причастность его к аналогичным видам преступления. Ведется расследование. Олег Великий, Ербола, Маншин, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Шутка, которая может обернуться реальным сроком заключения. С начала года в Уральске на пульт 102 поступило два вызова. Звонившие сообщили о разбойных нападениях. Однако позже эти слова не находили своего подтверждения. Какое наказание грозит тем, кто пытался обмануть правоохранительные органы, расскажут наши корреспонденты. В первом случае звонившая в полицию женщина сообщила, что у ее сына двое неизвестных украли дорогостоящий смартфон. Как выяснилось позже, телефон школьник просто потерял. И чтобы его нашли быстрее, мама решила обмануть полицейских. Теперь ей грозит немаленький штраф. В настоящий момент по данному факту ведется расследование. В отношении гражданки ТД решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности за заведомо ложный вызов специальных служб, где ее ждет административный штраф в размере 30-ти месячных расчетных показателей. Второй ложный донос сделал 41-летний житель области. По телефону он рассказал, что у него путем насилия отобрали денежные средства. На самом деле мужчина все выдумал. На месте в районе совершения преступления был установлен сам потерпевший находился и другие лица, которые находились вместе с ним. Все лица были доставлены в управление внутреннего дела города Уральска, задержаны, доставлены. В ходе выяснения и разбирательства обстоятельств было установлено, что потерпевший заявил о совершенном преступлении, как говорится, ложный донос сообщил. То, что в отношении него никаких преступлений со стороны вот этих третьих лиц не было совершено. За прошлый год было зарегистрировано 29 ложных доносов. Полицейские еще раз предупреждают хорошо подумать, прежде чем взять в руки телефон и набрать номер спецслужб. Олег Великий, Ербол Аманшин, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. АО «Запказрек» в рамках инвестиционной программы за год провела модернизацию оборудования на сумму 316 миллионов тенге. Также проведены ремонтные работы на 238 миллионов тенге. Энергетики отметили, что организация обеспечит бесперебойное снабжение электричеством жилых домов и объектов региона. На балансе АО «Западно-казахстанская электросетевая компания» находится 25,5 тысяч километров электролиний, 150 подстанций и более 3000 трансформаторных пунктов. В 2017 году была проделана большая работа. На аварийно-спасательные работы было выделено более 50 миллионов тенге. Были заменены световые опоры, сгоревшие во время степных пожаров. Заменено больше 2000 опор, более линии 0,4, 110 киловольт. Выполнена работа на двух районах, на 21 подстанции. Капитальный ремонт подстанций проведена. Также по инвестиционной программе на сумму 218 миллионов проведены работы где-то в Л-0,4 киловольт. Заменены на изоляционные провода по городу 12 километров и 12,5 километров по районам. В 2017 году в энергосистему региона было отпущено более 1 миллиона киловатт-часов. Потребление юридическими лицами составило 55% и физическими лицами – 45% от общего объема. 19 подстанций подлежит у нас оборудование, то есть ремонт оборудования. А также по линиям 110 киловольт – 180 километров. По инвестиционной программе у нас запланированы линии устаревшие, которые 60-х годов. Это 15 километров линия Бурлин-Жарсуат. Также в этом году и на следующий год мы планируем замену масляных выключателей, которые были установлены в нашей области в 60-х годах на вакуумные выключатели. На данный момент в области имеется более 209 тысяч приборов учета электроэнергии. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Планы на текущий год в рамках программы «Рухани Жангру» обсудили западноказахстанцы. Ученые, писатели и общественные деятели отметили прошлогоднюю работу в рамках этой программы и скорректировали планы на текущий год. В статье Буошака Бахдар Рухани Жангру президент республики Нурсултан Абишевич Назарбаев отражает видение будущего Казахстана. В ней затронуты вопросы дальнейшего формирования новой модели общественного сознания и мышления. Важные аспекты сохранения собственной культуры, истории и народных традиций. 2017 год отмечен годом становления в рамках реализации этой программы. Была проведена большая организационная работа и можно сказать, что 2017 год, как отметил сегодня замык Акима области Успанкова Абдулла Абдулла, что это был год становления и поиск новых методов работы по реализации этой поистине грандиозной и востребованной обществом программы. В Западно-Казахстанской области контролировать реализацию программы будет специальная комиссия, в составе которой 33 человека. Это представители культуры, ученые, общественные деятели, бизнесмены. Для них расписан четкий план работы на текущий год. В музеях в области запланирована переэкспозиция согласно тематике Рухани Жангру. В 22 школьных музеях сделана тематическая экспозиция. Также планируется проведение формы работников культуры на районах и областном уровне, а затем участие в Веспубликанском форуме работников культуры, который пройдет 21 мая 2018 года в Астане. Стоит отметить, что кроме государственных источников финансирования для реализации программы предполагается привлечение бизнесменов. Марина Горбук, Айбу Аджикапар, Рустам Джумашев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин